Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Ольга Вассенда. Смотрите сейчас. Служба зовет. В военкомате прошел день призывникам. Прошел курс обучения в ИДСАФе на категорию БЦ. Готов служить. Сколько бобруйчан пополнят армейские ряды. По горячим следам в деревне Лысая Горка горел частный дом. Опасно печь перекаливать и оставлять ее без присмотра. Чем это чревато? Чудо есть. В Бобруйске побывала мироточивая икона. К нам пришла самая главная любовь. Любовь царицы небесной. Куда дальше отправился образ. А также экономическая связь. Горячая линия. И ноябрьские выходные. Белжеден назначит 100 дополнительных поездов. Когда? Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Новосибирской области. За круглым столом прозвучали вопросы о возможности увеличения показателей торговли, а также об укреплении связей в научно-образовательной, гуманитарной и других сферах. Одной из главных тем обсуждения стал товарооборот. В 2022 он достигнул почти полмиллиарда долларов. За 7 месяцев 2023 сумма больше 200 миллионов. Сегодня идет мощная кооперация. Нам только нельзя допустить, сейчас денег лишних нет, нельзя допустить дублирование производства. То, что есть у нас, оно будет работать всегда на российском рынке. То, что есть у вас, мы всегда, если такая потребность есть и будет, мы купим. Поэтому нельзя допустить дублирование. Вот единство – это прежде всего экономика. Единство двух государств – это прежде всего экономика. Президент отметил, необходимо объединить усилия в перспективных направлениях, таких как беспилотные авиационные системы и искусственный интеллект. Немаловажный и выход Белоруссии и России на рынки стран Дальней Дуги. По словам Александра Лукашенко, там есть большой интерес к тому, что могут предложить Минск и Москва. Жаркое происшествие. В Бобруйском районе загорелся частный дом. ЧП произошло в деревне Лысая Горка. К моменту прибытия спасателей из-под крыши вырвался густой дым. Внутри, как сообщили соседи, никого не было. Огонь повредил крышу, имущество в комнате и перекрытие. Помните, что самое уязвимое место у печи – это дымоход. Он должен быть оштукатурен и побелен в области чердачного помещения. Саму же печь в помещении белить и штукатурить не обязательно. Главное, чтобы она была без трещин. Был установлен стационарно-притопочный лист минимальными размерами 50 на 70. Также важно помнить, что опасно печь перекаливать и оставлять ее без присмотра. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Прогнозы на будущее, тесты на знания и плата за коммуналку. В стране увеличится стоимость ЖКУ. Когда и на сколько? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Президент утвердил прогнозные параметры развития республики на 2024. Прирост ВВП 3,8%. Реальные денежные доходы увеличатся на 3,5. А инфляция должна сохраниться в пределах 6. Чтобы выполнить эти задачи, в стране реализуется инвестиционная и экспортная программы. Уже есть результаты. Уровень загрузки производственных мощностей в Беларуси достиг 10-летнего максимума. От автомобилей до наручных часов. Комитет госконтроля проводит горячую линию по вопросам качества белорусской техники. Любые неполадки – повод позвонить по номеру 191 и сообщить о завышении стоимости комплектующих или ремонта, надлежащей работе сервисных служб или очередях на обслуживание. Это можно сделать до четверга включительно. Прямая связь с людьми – эффективный метод решения проблем. В стране начался первый этап репетиционного тестирования, который продлится по декабрь. Проверить свои знания можно по 15 учебным предметам. Каждый пункт проведения определяет свой график и количество участников. Актуальную информацию можно узнать на сайте РИГС. Второй этап начнется с января по февраль, а третий – с марта по апрель. Газ, свет, отопление. Оплата за жилищно-коммунальные услуги вырастет этой зимой. Владельцам стандартной двушки придется заплатить около 150 рублей. В прошлом году примерно на 10 было дешевле. Напомним, в Беларуси уже долгое время действуют правила – ежегодный рост тарифов не более половины базовой в год. Сейчас она 37 рублей. БелЖД назначила 100 дополнительных поездов на ноябрьские длинные выходные. Уехать можно будет со 2 по 8 число. В межрегиональном направлении будет больше составов между Минском, Брестом, Витебском, Гродно, Могилевом, Пинском и Гомелем. Более подробная информация на официальном сайте, в мобильном приложении БЧ «Мой поезд», а также по телефону 105. Служить и защищать в Брестском военкомате прошел день призывника. В зале 90 молодых людей, которые делают осознанный выбор в пользу службы в армии. Всех объединяет одно – желание стать мужественнее, увереннее и проявить себя как настоящего патриота своей страны. Для них напутственные слова и пожелания. Призываюсь на военную службу 25 октября. Целенаправленно просился в Витебск. Прошел курс обучения в ВДСАФе на категорию БЦ. Готов служить. Это мероприятие проводится с целью патриотического воспитания, а также повышения престижа срочной военной службы среди граждан, которые призываются. Этой осенью ряды вооруженных сил пополнят более 380 бобруйчан. Впереди курс молодого бойца, первая стрельба и учения. Армия – это отличная школа закалки и становления характера. Ведь долг каждого мужчины – уметь защищать не только свою семью, но и родину. Миром правит любовь. Впервые в Бобруйский районе побывала чудотворная икона Божией Матери – умягчение злых сердец. Помолиться, попросить о помощи, преклониться верующие смогли в храме преподобного Сергия Радонежского, а также в соборе Александра Невского, где продолжается благоустройство. С подробностями Елизавета Липеева. Чудотворный образ мирового масштаба. В храм преподобного Сергия Радонежского прибывает мироточивая икона Божьей Матери – умягчение злых сердец. Прихожане молятся, преклоняются и верят. Так уходит чувство вражды и появляется внутреннее успокоение. Часто люди обращаются с просьбой, с молитвой, чтобы она умягчила злые сердца. В нашем мире много зла, и люди нуждаются в добрых словах, нуждаются именно в любви. История чуда начинается с 98-го, когда образ приложили к мощам Матрёны Московской. С тех пор икона источает маслянистую благоухающую жидкость, которая обладает целебными свойствами. Именно поэтому её называют мироточивой. Все, кто преклоняется к лику, получают духовную помощь при различных заболеваниях или сложных жизненных обстоятельствах. Мы сегодня молимся Божьей Матери, преподобному Сергию Игумену Радонежскому о том, чтобы над землёй, над нашей был мир, чтобы Господь благословил всех нас. По благословению епископа Бобруйского и Быховского Серафима чудотворная икона прибывает и в собор Александра Невского, где продолжается строительство. Здесь проходит молебен, после чего верующие преклоняются к святыне. Настоятельница монастыря святых жён Мироносец отмечает – самое сокровенное желание – скорейшее открытие храма. Икона имеет свой дом в Москве, небольшая церковь построена для этого образа специально, но там она редко находится, потому что постоянно путешествует от Калининграда до Сахалина, от Австралии до Соединенных Штатов Америки. К нам пришла самая главная любовь – любовь Царицы Небесной, которая возрела на наш город, на нашу обитель, на собор Александра Невского, который мы с такими трудностями и испытаниями строим. Поэтому для нас это величайшее историческое событие. Вера не угасает. Дальше икона отправляется в Крым, потом в Калининград, Таганрог и Брянск, чтобы как можно больше людей смогли приобщиться к духовной радости и попросить о самом сокровенном. Елизавета Липеева, Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Второй пошёл в многоквартирных домах, начали давать отопление. По распоряжению председателя горсполкома очередь дошла до жилфонда. Это следующий этап включения. Подача будет поэтапной в течение нескольких дней. После на протяжении 10 суток произведут работы по наладке, развоздушиванию системы отопления. Затем в списке административное здание. Сразу после нас Бобруйск Лайф. Моя коллега Мария Бересневич расскажет, как решат проблему бездомных животных, почему приёмка объекта перестала быть головной болью и что сейчас в тренде у белорусов. Все ответы в 20.45 на телеканале Бобруйск 360. Не пропустите. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире. Каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»